Ну что ж, далее мы идем. У нас сейчас в этом сайте завершающие выступления. Я приглашаю Анну Пьянзин, торговая сеть «Коммандор». Сейчас мы поговорим о не менее важной истории, о интеграции кафе в магазинах и вообще сервисов еды в магазинах. Анна, рада вас приветствовать. Так, кнопочка здесь. Перелистывай. Ну да, да, да. Вам как удобнее взять микрофон? А я даже не знаю, могу и так, и так. Сейчас попробуем. Сейчас мы все организуем. Так, пожалуйста. Да, сейчас как раз мы будем говорить о том магазине, в котором я была в тот момент, ну я в одном из магазинов вот этого формата была в тот момент, когда там идет активная реновация. Кстати, отдельный момент, когда, знаете, вы обычно любите привозить самые-самые упакованные уже все-все-все, а мне нравится процесс реновации, потому что в этот момент я вижу все детали, когда ты видишь, свет, например, еще не поменят, там вот мы вместе поменят, и такой контраст, и ты вот в этот момент понимаешь, зачем все это делается. Вот там как раз мы были в августе с небольшой экскурсией после конференции. Ровно в тот момент нам рассказывали о том, как все поменялось. И именно в этом магазине, кафе, там такие меренги, по-моему, меренги мы какие-то пробовали. О, это было что-то невероятное. Так, передаю слово. Рассказывайте, пожалуйста, о вашем сервисе еды в формате Superstore. Всем еще раз здравствуйте, меня зовут Анна Пьянзина, руководитель формата Superstore по собственному производству компания Commandor. И моя сегодняшняя тема – это сервис еды в формате Superstore. Слышно меня, нет? Что-то я не знаю, куда говорить. Ну ладно, разберемся по ходу дела. Так, немножко хотела… Подождите, сейчас я разберусь. Все, все хорошо, да? Немножко расскажу о компании Commandor. Компания Commandor – одна из крупнейших торговых сетей в России. В России, да, мне бы хотелось сказать, что в России. Не в России, в Сибири, конечно, да? На сегодняшний день у нас 395 магазинов и представлены мы в трех форматах. Это формат Superstore, Fresh Market и Discounter. И в пяти регионах мы есть. Это Республика Хакасия, Красноярский край, Кемеровская область. Активно туда пошли Республика Тыва и Иркутская область. Существует сейчас такое мнение, что в Фарват Superstore большие магазины, да, это умирающие магазины. Но в данный момент в своем регионе мы это не чувствуем. Покупатели наши магазины очень любят. Они к нам ходят не только за покупками, а также еще ходят выпить кофе, просто покушать, посидеть, пообщаться. Как раз говорили про наше хорошее кафе, да, но я попозже про него расскажу. Просто для общения с ребятишками. А формат Superstore – это большой магазин, где площадь торгового зала занимает от 2,5 до 4 тысяч квадратных метров. И в широком ассортименте представлена категория Fresh. Это свежие фрукты, овощи, свежая рыбка, мясо, фермерские продукты, готовая еда и хлеб. Когда мы заходим к нам в магазин, первое, что нас встречает, это наши большие витрины со свежими фруктами и овощами. Еще мне очень нравится, у нас есть такая хорошая услуга, что наши фрукты продаются также в нарезанном виде. Вот я как чисто для дома, я очень люблю ананасы, да, и ананасы в данный момент для меня одно, и это, честно сказать, много, потому что моя семья ананасы не ест. Но что классно, я могу купить три кусочка этого ананаса, и я знаю, что мне его точно нарезали не из каких-то там испорченных, да, фруктов, а эти фрукты, по крайней мере, обработали все, помыли и порезали все, все по ТТК. Также в магазинах у нас представлена витрина, это наша свежая рыбка, свежее мясо. Рыбка, у нас здесь есть такая услуга, что ее могут нам и почистить, и порезать, да. И еще недавно в наших магазинах поставили сейчас это коптильное оборудование. Наши покупатели могут также купить и рыбку горячего копчения. По мясным витринам. Мясные витрины. Здесь тоже есть у нас такая услуга, как накрутить фарш, порезать этот фаршик. Но в данный момент компанией было принято решение, сейчас этими витринами у нас занимаются арендодатели. Но как бы они вот в таком красивом виде. Кто наши покупатели? Основные наши покупатели, как у нас выделяет наш маркетинг, который производит анализ, мы их делим на две категории. Это поколение Х и поколение Y. Поколение Х это те, которые родились с 1967 года. Они сильно много работают, да, и у них времени на готовку очень мало, но они всех стараются быть хорошими хозяйками. И поколение Y это те, которые уже родились после 1984 года. Это те люди, которые больше уже воспитаны на современных средствах каких-то связей. Они ценят свободу, верят в себя. И, к сожалению, они не любят готовить дома, да. Но для этого у них есть мы. Для удобства наших покупателей у нас в магазине была предусмотрена навигация, где крупными буквами там написано кухня, пекарня, собственное производство, чтобы нашим покупателям из любого уголка нашего магазина было легко найти наш товар. Доля готовой кулинарии за последний год у нас выросла на 20%. И эта категория у нас постоянно растет. Вся весовая кулинария у нас делается на цехах полного цикла, которые находятся в наших магазинах, в суперсторах. Только единственное, мясные полуфабрикаты, они у нас приходят с фабрики кухни замороженные, да. И мы их уже дальше доготавливаем на местах. Если смотреть на нашу кулинарную витрину, которая весовая, ну, честно сказать, она выглядит обычно, наверное, так, как у всех, да. Но нам бы в данный момент, конечно, мы сейчас занимаемся апгрейдом наших витрин. И в наш коллектив влился бренд «Шефт», который сейчас активно занимается апгрейдом. И у нас, кстати, перед Новым годом была выпущена новинка такая интересная под названием «Лосось пальто», а-ля «Селедка под шубой», да. Которая очень сильно влюбилась о нашем покупателе, а ему показала очень хорошие продажи. Так, что касается готовых решений. Готовые решения мы делаем все централизованно. Они у нас идут с фабрики кухни. Срок годности у готового решения 5 суток. Готовые решения они очень показывают, ну, их покупатель наш очень любит и показывает хороший прирост. 125% если сравнивать по сравнению с прошлым годом. Это конкретно по магазинам формата «Суперстор». Покупатель здесь, конечно же, он не хочет стоять в очереди, про что Светлана Юрьевна уже сегодня говорила. И это, конечно же, ощущение безопасности. Покупатель себя ощущает в безопасности. И, конечно, я думаю, что эта категория все-таки растет и будет расти. Два года назад в наших магазинах «Суперсторах» активно мы начали открывать отделы фермерства. Это наша соленая рыбка, колбасные наши изделия, которые мы тоже готовим централизованно на фабрике кухни и уже дальше развозим по нашим магазинам. Эта категория тоже очень полюбилась нашему покупателю. Прирост по этой категории, если сравнивать с прошлым годом, 52%. И мы, честно сказать, гордимся, что у нас есть такой продукт. Я считаю, это круто, это классно. Плюс мы постоянно здесь вводим какие-то новинки, тестируем. Кстати, не могу не поделиться, не показать. Я вам специально сфотографировала. Последняя новиночка – это наши колбаски-бусики. У нас такие новинки заходят сейчас с какими-то такими интересными названиями, что полюбились не только нашему взрослому покупателю, но и нашим ребятишкам. Фастфуд. Фастфуд – это вообще отдельная тема. Все кричат «ЗОЖ! Здоровый образ жизни». Но вот смотря на продажи фастфуда, я не вижу, что все за «ЗОЖ!» все про это говорят. Фастфуд в данный момент, он рос и растет. Если смотреть по этой категории, плюс 20% по сравнению с прошлым годом. Вся булочка, все круассаны для нашего фастфуда мы делаем на большой линии ронда, централизованно. Дальше это все разъезжается по нашим магазинам. На месте у нас пекаря только, получается, растаивают эту булочку, отпекают ее на месте. И уже на глазах у покупателя, на открытых кухнях мы делаем такие красивые круассанчики, краюшки, бургеры. Ну и в данный момент я считаю, что эта категория, наверное, будет расти. Хоть и ЗОЖ к нам пришел. Да, 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 селедка под шубой и фастфуд. Еще хотела рассказать про одну нашу такую интересную пиццу. Я тут, кстати, вставила фотографии. У нас открытые, получается, кухни, где мы делаем нашу пиццу. И наши пиццолы даже иной раз могут вот так вот красиво это все дело крутить. Да, технологами в последнее время у нас была отработана новиночка. Это наше тесто отложенного выражения. Технологи вот сидят, улыбаются. Да, ну в результате чего у нас в данный момент получается вкусное тесто, которое имеет пористую структуру с хрустящей корочкой. И после того, пиццы мы делаем, кстати, размером 45 сантиметров. И после того, как мы ввели наши новые пиццы, у нас прирост по пиццам увеличился ровно в два раза. По блинам. Блинчики, ну, эта категория вела себя по-разному, да, наверное, как и у вас, коллеги. Оно в один момент сначала, наверное, был спад, потом увеличение, потом опять спад. В данный момент мы у себя на магазинах, на магазинах большого формата, поймали очередную волну. И видим, что прирост по этой категории, если сравнивать по сравнению с прошлым годом, составил 65%. Блинчики мы делаем и охлажденные, и замороженные, продаем и просто блинную оболочку. Во многих магазинах мы их печем на открытых кухнях, на глазах у покупателя, также фаршируем их на открытых кухнях. Иногда за нашими блинчиками даже стоят очереди. И не могу, кстати, не показать, да, вот ставила фотографию по Масленице. У нас на Масленицу проходят такие, как бы, конкурсы, да, можно сказать, кто там в каком магазине, кто сделает лучшую там блинную бабу, да, на лучшую блинную витрину, наряжаются красиво продавцы. Потом мы начинаем голосовать, у кого там баба была лучше, да, на каком магазине, и награждаем уже там дальше наших поваров. Ну, это все проходит ярко, красиво, покупателям нравятся все вот такие шоу, как бы, ну, плюс дополнительно маркетинг, привлечение наших покупателей. Наталья, вы до сегодня говорили, эту витрину вы хотели скушать, да. А в наших магазинах, ну, тоже, наверное, недавно, два года назад, да, стали появляться. Мы открыли крафтовые кондитерские суфле и безе. Вот мимо этого пройти мне невозможно. Я очень люблю безешные истории, и вот это прям очень вкусно. Да, да, наши крафтовые кондитерские суфле и безе. Уровень здесь маленечко уже другой, это средний плюс. Цена одного тортика здесь в районе тысяч рублей. Я не знаю, дорого это, недорого, но как бы у нас вот так, да. И, кстати, не могу тоже не похвастоваться, да, у нас наш торт фирменный Сибирь, который и идёт с кедровыми орешками, с голубикой, представьте, с красивыми... С суфле внутри. С суфле, да. А сосновые шишки. Он занял золотую медаль на конкурсе «Гарантия качества». Можно поаплодировать, я думаю, что это великолепное достижение. Это очень красиво, очень нарядно, и это, знаете, с той историей, когда очень по-сибирски. Вы знаете, когда в города приезжаешь, и ты понимаешь, что надо взять, и вот если всё-таки станет этот торт, который будут специально искать и привозить, это вот будет, конечно, победа. Да. Также, что в наших кондитерских, да, суфле и безе, мы также делаем кофе. У нас есть авторские чаи, которые разработал наш бренд-шеф. У нас есть наши холодные коктейли молочные, которые летом сейчас начнут активно пользоваться спросом. И покупатели могут взять, там, купить чай, либо кофе, купить пирожное в нашей кондитерской суфле и безе и прийти уже дальше на нашу зону перекуса. Зона перекуса – это те маленькие островки, да, про которые я говорила, что сюда покупатели приходят к нам не только за покупками, а сюда к нам покупатели приходят и покушать, и пообщаться. Здесь всё сделано для удобства нашего покупателя. Здесь есть удобные диванчики, есть туалет, где ты можешь помыть руки. Здесь есть детские стульчики для ребятишек, да, также для ребятишек здесь есть детский уголочек, где он может сесть порисовать, там, полепить, пока родители общаются, кушают, да. Кстати, вот, кстати, несколько фотографий сняла. На наших зонах перекуса даже устраивают свидание, встречаются с подружками, с друзьями. Кстати, была в городе Каннский буквально две недели назад, да, сижу, наблюдаю две дамы уже такого взрослого возраста, да, вот они купили там по винегрету чашки чая и сидят, вот они общаются, они как в ресторане. Я сижу, наблюдаю, для меня кажется, это так круто, так классно, да, наблюдать, когда вот эти две девушки с винегретом, с чашкой чая и вышли, и они чувствуют себя, что они как посидели, как в ресторане, да. Для нас это, конечно же, гордость. Ну, и не могу не подсветить нашу, конечно, якорь, нашу яркую категорию, это наша категория хлеб. Здесь я вставила фотографии открытых наших витрин, да. В период пандемии витрины мы закрывали, продавали через продавцов часть. Сейчас у нас часть витрин открытых, часть витрин закрытых, да. Ну, в общем-то, вот так вот красиво выглядит наша хлебная продукция. Кстати, по ИСКЮ кто-то задавал вопрос, да. Мы делаем у нас 500 ИСКЮ на человека, думаю, скажу. В сутки 500 ИСКЮ на человека. Один пекарь, один... Изделий. Изделий, да. 500 изделий в день на одного человека. Ну, ориентировочно мы считаем это для себя вот так вот, 500-600 изделий, да. Это по нашим хлебным витринам. Ну, и, конечно же, это вообще моя самая любимая часть. Это полуфабрикаты домашнего приготовления. Здесь, я как говорю, самое главное прийти домой за 30 минут, пока не пришла твоя семья, да. Пока я мою руки, переодеваюсь, наши слоечки, они у меня оттаяли. Через 10 минут они у меня полетели в духовку. Ну, и запах, конечно, стоит не только на всю мою квартиру, а еще и на весь мой подъезд, да. И я, конечно же, про категорию когда говорила, да. И вот она я, хорошая хозяйка, да. И всем большое спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Так, один-два вопроса. И дальше нам надо будет принимать решение определенное. Так, ага, давайте. Вопрос по кондитерке. Подскажите, пожалуйста, это привозят вот торты и рулеты? Или это на местах делают? Смотрите, у нас часть привозят, да, а часть делают на местах. А какая пропорция? Коллеги, помогайте. У нас есть полуфабрикаты, которые доготавливают. Там работает один-два кондитера, которые только уже оформляют. Им приходят уже полуфабрикаты, и они оформляют на месте. Нет, пока нет. Но, скорее всего, да. Нет, пока. Да, здесь ключевой вопрос. Спасибо. Так, ага, один еще вопрос. Юлия, подскажите, пожалуйста, у вас ассортимент в кафе, где зона посадки, отличается от ассортимента кодового? Нет, не отличается. Наши покупатели могут купить все, что там в магазине, да, на наших прилавках. Как это, как и готовые решения, и фастфуд, и с кондитерской суфле, и безе, и рассчитаться, и прийти даже уже, ну, дальше уже на нашу зону перекуса, там посидеть, покушать. А зона-то отдельно, да, перекусал? А зона, ну, она, эта зона стоит как в магазине, но отдельной зоной, да. Внутри. Внутри магазина. Внутри магазина, да. Так, отпускаем, да? Па аплодисменты. Па аплодисменты.